Гигиена это не только чистка зубов порошками и пастами, не только очищение межзубного пространства зубной нитью, но и очищение языка от скопившихся за ночь трупиков грибков микромицетов, то есть дрожжевых и плесневых грибков и бактерий. Эту проблему, кстати, видно, когда у вас язык белый или серый по утрам. И не только со скабливанием налета ложкой, но и полосканием полости рта растительным маслом и такое полоскание еще и хорошая тренировка слюных желез для укрепления общих обменных процессов во рту, в ротовой полости. Как это делать? Слушайте. Здоровье лимфы, полости рта и зубных канальцев это процедура полоскания полости рта маслом по утрам, а потом чистка зубов. Итак, утром еще до чистки зубов наберите пол рта масла, оливкового или подсолнечного и взбивайте его языком во рту, чтобы масло касалось и неба тоже. Таким образом минут 10-15. Ни в коем случае не проглатывайте. На первых порах некоторые могут захотеть раньше выплюнуть, тогда повторите подход заново. После завершения процедуры выплюньте отработанное масло в раковину, как правило масло становится белого цвета, увидите сами. А потом прополощите рот и почистите зубы качественной био или самостоятельно приготовленной зубной пастой. Прополощите хорошенько рот от пасты, так надо делать каждое утро месяца три подряд или вообще постоянно, что лучше. Эта процедура позволит очистить слюные железы, наладит естественную дезинфекцию полости рта здоровой и полноценной слюной, улучшит пищеварение, так как оно начинается во рту, а не в желудке. Очистит кожу и подчелюстные лимфоузлы, укрепит зубы и не только. Учтите, запах изо рта это всегда показатель наличия грибков и бактерий в организме. Редко этот запах может быть из желудка. Еще запах бывает от проблем, связанных с лор, с заболеваниями типа фаренгита. Тогда это уже бактерии, стафилококки и стрептококки. Продолжение следует...